Всем вку, за микрофоном полоскун, прошла неделя, как обычно я планировал не спеша начать снимать видос. Но так сложилось, что я заболел короной, поэтому заранее извините за голос, сегодня у нас будет краткий обзор игры My Summer Car. У самого недавно появилась такая мысль, да и некоторые зрители тоже этого хотели. Возможно тебе станет интересно, почему обзор получился кратким. Ответ достаточно прост, я просто не выдержал, и дело не в графике. Я в игры с графикой чуток похуже играл, и не в багах, и не в лагах, их тут почти нету. А дело всё в реалистичном для меня геймплее. В этой игре ты не просто, например, как в The Long Drive, ставишь мотор в машину, а для начала полностью вручную с нуля его собираешь. Не закрутил болтик до конца в моторе, значит знай, что через несколько километров от вибрации или какой-нибудь кочки, и шанс того, что он развалится, и тебе придётся всё заново разбирать и собирать обратно по болтику. Я понимаю, что многим такой реализм зайдёт на ура, но я к своей машине сумел собрать только мотор и подвеску, и то лишь по гайдам, но да ладно. Если коротко о сюжете, как я понял, в этой игре есть что-то типа микросюжета. Первый, к осцени ты рождаешься в машине в 1976 году. В той самой машине, которую по сюжету нужно будет собирать. После кассцены тебя перенесёт в 1995 год, где ты появишься один дома. На холодильнике будет висеть записка от родителей, что они уехали в отпуск и скоро вернутся, а пока их нет, мы можем собрать старую машину отца. На балансе самого старта будет 3000, но можно будет платить ещё, причём легальными методами. Если пройти недалеко от дома главного героя, по тропинке, то можно будет увидеть другой дом. У этого дома на столе будет лежать коробка. Это подарок, нам от родителей. В коробке будет лежать номерной знак, конверт с рандомным количеством денег от 200 до 1000 и бутылка водки. По сути, по сюжету, ну или точнее сказать по правильному старту игры, нужно будет отправиться в магазин, закупиться. И тут будет два варианта, либо на мопеде, либо на лодке. Поскольку на лодке намного проще, именно на ней я и отправился. По прибытию в магазин покупаем всего по чуть-чуть, но не скупаем сразу всё, так как может произойти баг и вещи в магазине перестанут обновляться. Также нужно будет обязательно купить ремень и свечи. Если вас раздражают звуки комаров, то также рекомендую купить спрей от комаров, потому что бесить они вас будут очень сильно. После простенького закупа возвращаемся домой, начиная сборку автомобиля. Именно на этом моменте я для себя осознал, что для меня это оказалось непосильной задачей. Так как если ты не разбираешься в строении машины на 100%, то сам ты её никак не соберёшь. Именно поэтому, либо гайды, либо самостоятельно. Но в игре, помимо сборки машины, есть ещё более интересные вещи. По типу пить пиво ящиками и остальные вот эти приключения пьяных лкашей. Удирать от полиции, будучи пьяным. И всё вот это вот, всё остальное веселье. В игре в вашем использовании синий грузовичок, но я его так и не дождался. Чтобы он появился, нужно провести в игре около получаса-двух часов. Но при этом от него ещё и ключи нужны, а ключи можно получить там же, где мы забирали подарок. Оказывается, что это дом дяди. Если к нему постучаться спустя полчаса-два часа, он отдаст вам ключи от автомобиля. Если что, я говорю про реальное время, проведённое в игре, а не про игровое. Вдруг вы подумали, что полчаса прошло, и вы можете забрать автомобиль. К сожалению, это не так. Но если уж совсем скучно, есть консольные читы в игре, которые как бы читы, ну как бы их качать и не надо, потому что они уже встроены через консолечку. Чтобы изначально у вас появилась эта консоль, нужно ввести определённую фамилию в начале, где вы выбирали имя и фамилию персонажа. Список консольных команд, конечно, невелик, но там уже есть две команды, которые могут вам понравиться. Например, одна из них включает всех автомобилей, а вторая телепортироваться куда захотите. В игре всё-таки есть ещё куча других машин, не только синий фургончик и ваш автомобиль, который вы собираете. Ну и, например, вот этот спортивный спорткар, я бы сказал. Также в игре есть куча микроквестов, которые, в принципе, тоже достаточно интересны. Дома у главного героя часто может ночью звонить телефон. Если вы поднимете трубку, то, скорее всего, услышите пьяный голос, это будет алкаш Йокин. По телефону он будет говорить, что обзванивает абсолютно всех, кого может, чтобы найти того, кто подвезёт его ночью из бара до дома. Подвезти его нужно будет пять раз. На пятый раз он скажет, что он миллиардер, что он там вообще всё выиграл и вообще красавчик. И можно будет украсть у него чемодан с деньгами или, наоборот, помочь ему переехать в новый дом, как он и хотел. И таких микрозаданий, в принципе, в игре вполне, поэтому всегда будет чем заняться, помимо того, как собирать машины. Игра в стиме стоит 349 рублей. Думаю, 249 было бы для неё просто идеально. Ну и опять же, я не разработчик, я просто высказываю своё мнение. Но хоть игра оказалась и сложна для меня в освоении, потому что машины строить и собирать я не умею, но игра мне достаточно сильно понравилась. Если оценивать от 0 до 10, то это уверенная девяточка, потому что я надеюсь, что мне когда-нибудь хватит нервов собрать эту машину до конца, затюнить её и нормально покататься. А на это видео подошло к концу, совсем какой-то короткий обзор получился, но что поделать, мне сейчас не очень хорошее состояние, поэтому на следующей неделе обещаю справиться. Всем бэбэ. Субтитры сделал DimaTorzok